Этим вечером в центр Волгограда была стянута пожарная техника, слышны вой, сирены, крики людей. Сотрудникам МЧС пришлось экстренно эвакуировать жильцов из горящей высотки и выводить работников офисов с первых этажей здания. Погибших нет, всем пострадавшим оказана помощь. С улицы Краснознаменской, репортаж Кирилл Антонова. Сегодня в 14.27 на пульт дежурного МЧС поступил звонок о возгорании на 21 этаже. Как позже удалось выяснить, площадь пожара составила более 100 метров. В центр города немедленно съехалась пожарная техника. Всего в тушении пожара приняло участие 8 расчетов. Первыми на вызов откликнулись сотрудники третьей пожарной части. Легенды, когда возгорание случается именно в высотке, очень часто используются на учениях спасательных служб. Сегодня эвакуировать людей и добираться до очага, который находится более чем в 50 метрах от земли, пришлось в условиях реальных. Везде разведены в среднем 21 этаже. 21 этаж находится непосредственно в безопасности. У этой женщины в квартире остался ребенок, с которого она очень волнуется. Из-за шокового состояния она отказывается отвечать на вопросы. Не до разговоров и другим жителям дома. В толпе слышны переговоры. Работает ли лифт, есть ли схема выхода и противопожарный инвентарь. В здании много офисов и магазинов. Рабочие места пришлось покинуть всем. Кто-то из жильцов узнал о пожаре, будучи на работе. Для того, чтобы скоординировать действия спасателей, был экстренно создан оперативный штаб. По предварительным данным, благодаря слаженной работе жертв удалось избежать. За помощью с легкими травмами обратились 4 человека. Участие в тушении пожара лично принимает начальник главка регионального спасательного ведомства. По прибытию первых пожарных подразделений было установлено очень сильное плотное задымление на 21-22 этажах. Произведена эвакуация жителей. Всего эвакуировало на свыше 200 человек. По словам пожарных, тушение высотки осложняется архитектурными особенностями здания. Кроме того, уже ясно, что система пожаротушения, на которую очень надеются жильцы современных домов, в этом случае не сработала. По прибытию первых пожарных подразделений, которые попытались воспользоваться внутренним пожарным водопроводом, он вышел из строя. Система удаления здания также была выведена из строя по причине температурного воздействия и задымления. Примерно в 17.00 пожар был локализован. Причины возгорания предстоит выяснять следствию. Кирилл Антонов, Юрий Комочков, Вести Волгоград.